Сегодня мы в гостях у ярославского керамиста Алексея Золотова. Разговариваем про глазуровную керамику и про творческий путь. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Привет, Ильеха, заходи! Вот моя мастерская. Это небольшой у меня тут тамбур. Здесь помыть. Здесь у меня обжигальня. Немножко бардак, конечно. Ну вот, такая вот американская печечка у меня. Эта печечка самопальная. Уже лет 20, наверное. Вот. Ну, работает. Кутель всякий обжигать и тому подобное. Здесь у меня вот такие маленькие узенькие полочки, на которых всякая керамика. И моя керамика, и моих учеников, моего отца. Коллекция разных художников. Вот. Здесь мой маленький сад. Вот здесь вот зацвел уже отцветает кофейное дерево. Жду плодов. Вот. Оно у меня болело долгое время. А теперь вот жду плодов каких-нибудь вкусных. Вот. Здесь у меня такой маленький алтарь. Вот. С разных мест привожу всякие штучки. Вот последний из Вьетнама привез. Из моря достал вот такой вот кусочек керамики. Вот. Сколько ему тысяч лет? Я не знаю. Вода делает свое дело. И определить в каком это времени очень тяжело. У меня лежит в мастерской три кусочка. Одному тысячу лет, другому сто лет, третьему пять лет. Классно. Ну, у меня вот так же так вот изразцы лежат. Вот. Мы реставрацией занимались. Здесь храм из храма Иоанна Златоуста. Здесь вот у меня изразцы с Белозерска. Вот. С Истры. Разные вещи. А это ты в какой период жизни своей занимался? Слушай, это года три назад было интенсивно у нас реставрационные работы. И вот в это время много-много заработали. Вот это уникальные изразцы. Вот эти изразцы сделаны из фарфора. На нашем песочном заводе, Кузнецовский завод фарфоровый, выпускали изразцы такие. Которые рядом с Ярославлем. Рядом с Ярославлем. Сейчас это все дело раскатали. Верх в течение, да? Да, да, да. Раскатали. Здесь у нас легендарный Мишка. Раньше выпускали автомобили. На этих автомобилях устанавливали на капоте таких вот медведей. Для тех, кто не знает символ Ярославля. Да, 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 да. Вот у меня пласторассказочный стол. Гипсовая плита. Все достаточно простецкий. Железный стол. Это мой самый ветеран с 90-го года. Он у меня служит. Вот. Отличнейший гончарный станок. Пацифика. Пацифика, да. Дедушка такой. И вот. Да, мне с Америки его привезли. Вот. Я был счастлив. Невероятно. Я был самым крутым керамистом в стране. Насколько я знаю, у нас нет таких станков уже. Ну, наверное, у кого-то может быть и есть. Ярославская майолика привозила в свое время. Но слишком большие деньги стоят. По 150 тысяч. Это неподъемные деньги для гончарного станка. Вот. Вот маленький Никодимушка стоит тут у меня. Периодически на нем мы крутим, работаем. Вот. Тестируем. Для мастер-классов. Для всякой всячины. Вот. Что тебе еще показать? Здесь полка у меня всяких экспериментов. Здесь и паперглей фарфоровая, и кристаллические глазури, изразцы. Да. Это вот паперглей фарфоровая. Бумажная. Бумажная глина. Ну, здесь больше фарфоровая глина, чем бумажная. Вот всякое-всящее. Вот это я видел в инстаграме. Да, 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 да. Интересно. А вот эти большие работы? Большие работы. Вот и вот черные, это вот работы моего отца. Причем интересно, что люди приходили и говорили, что мы хотим, чтобы отца работы были у тебя, и менялись. То есть, бар-то такой. То есть, я им своей работаю, а они работы моего отца. И вот у меня полочка получилась. Таких вот вещей. Обратно возвращали. Ты же потомственный, конечно. Да, вот эта вот коллекция уникальная тоже. Вот эти вот кувшины, вот эти вот здоровенные старые корчаги. Там еще двое корчаги стоят. Здесь, здесь вот горшок стоит. Человек пришел, говорит, жалко мне. Я дом продаю, а у меня много керамики. Давай, говорит, меняться. Я говорю, а что? Он говорит, мне так нравятся ваши гранаты. Вот каждое изделие, один гранат. Елки-палки говорю. Конечно, быстренько поменял все это дело. Теперь у меня своя коллекция. Вот такие вот гранаты. Ты очень любишь такие яркие, сочные цвета. Да нет, нет. Людям нравится. Людям нравится просто. Я люблю все цвета. Главное, чтобы они были не грязные. Не люблю грязь. Расскажи немножко про биографию. Про своего папу. Про твой керамический путь. Мой керамический путь фантастический. Потому что изначально я собирался стать кукольником, театралом. Мои родители оказались хитрее меня. Они сказали, что не знают, где это находится, где учиться этому. И поэтому пошел в художественное училище. В художественном училище в Ярославском экзамены на один балл у меня не хватило поступать. А потом пришли мои друзья и говорят, что в Суздале есть реставрационное отделение. Отделение реставрации дерева. И говорят, поехали туда поступать. Я приехал, поступил. Сначала не хотел там находиться. Потом батя сказал, ты что, с ума сошел? Такой шикарный город. И по окончании, 90-й год, ни работы, ни черта нету, ничего вообще. Вот идешь и плачешь, потому что полная, я не знаю, как катастрофа такая, да? Иду по улице вечером часов в 9. У меня все необычные вещи происходят исключительно в вечернее время. И смотрю, в канаве валяется гончарный станок. Он стоящий, вот гончарный станок. Я выволок его из этой трясины, докатил кое-как, он тяжеленный маховик такой деревянный. Докатил его до дома. Побежал на почту тогда, на почту надо было заказывать переговоры с отцом. Звоню в Ярославль, батя говорю, нашел гончарный станок. А ты в Суздале был? А я был в Суздале, да. И он говорит, сынок, елки-палки. Говорит, намек понял. И уже на следующий день, в 2 часа дня, я вот как сейчас помню, 2 часа было дня, мы уже скрутили маленький небольшой горшочек. Он маленькую печку привез, все. И с этого момента я начал заниматься керамикой. То есть это было, конечно, нонсенс. А дальше все по накатанному пошло. Появляться начали необычные люди. Я притягиваю к себе нестандартных людей. Мне говорят, что ты чудак. Видимо, чудаков к себе притягиваешь. Тут же появился американец, залетный хиппи. Там взрослый уже дядечка с огромной бородой. Говорил, ты керамист? Я говорю, да. Я твой брат. Я говорю, у меня в Америке нету братьев. И, в общем, с ним подружились. И вот дальше он меня пригласил в Америку. Там поработал немножечко. А потом, потом дальше мои друзья мне предложили поработать в Германии. В Германии поработал. И когда уже сюда вернулся, я понял, что надо прекращать все эти поездки. Надо здесь поднимать керамику. Потому что нафига мы поднимаем керамику какую-то чужую? У нас в стране столько талантливых людей, замечательных. Надо им просто дать информацию, передать все, что я накопил. И вот сейчас веду курсы, учу людей. И по всей стране мастерские открываются. Люди делают керамику замечательно. Вот моя маленькая история. А твой папа тоже был гончар? Да, мой папа гончар. Он закончил Абрамсовское училище. И приехал в город со своим другом. Влюбился просто в город. Сказал, что я остаюсь здесь. Буквально на следующий день он встретил мою маму. Там сразу любовь. И я появился сразу. То есть ты вырос, можно сказать, в керамике. Да, как ни странно, человек, когда находится в среде керамической, он как-то этого не очень сильно ценит. Но когда отрывается, в данном случае я в Суздале начал заниматься керамикой без пригляда отца, вот, стало возникать куча вопросов. И когда я приезжал домой, отца спрашивал какие-то вопросы, отец с умилением на меня смотрел, говорит, наконец-таки ты меня спрашивает, хочешь что-нибудь, хоть я тебе могу передать какие-то знания. Вот он занимался черным глащением. Нет, это он занимался, он очень много экспериментировал с глазурями, делал, составлял своей глазури. И когда с Америки я привез каталоги с глазурями, ну, если мягко сказать, неделю он после этого находился в состоянии алкогольного эффекта. Да, он так переживал, потому что некоторые глазури он придумал сам, а оказалось, что можно их купить было просто. Ну вот, вот на этих вот кувшинах, вот на этих кувшинах, вот одна глазурь, которую он придумал, да, вторая глазурь, да, это все, все глазурь. Вон там вот, это была целая серия у него работ под названием «Кусто». Он был впечатлен документальным фильмом про кусто, по подводные вот эти вот съемки, когда кувшины там доставали, кораллы. Ему очень нравилось это все. И он начал экспериментировать. Причем в допотопных условиях. Печки самодельные, там из асбеста, из глины, в подвешенном состоянии эти спирали, датчиков практически никаких не было. Все было на глазок. Это что-то было нечто. Это тоже, да? Это тоже, да. То есть он создал такой эффект, как будто уже лежал на дне океана. Ну и добился. На многих выставках была эта работа. Ее отмечали всячески. Вот эта интересная работа. Ну вот там вот наверху. Видно ее? Вот. Это вообще мистическая очень работа, так как многое, что в создании этой работы было совершенно некой случайностью. Когда отец у меня делал вот эту серию, он сделал вот этот кувшин, он пошел чеку попить вместе со мной. И пока пили чай, мы слышим хлопок. И вот гончарный станок находился вот здесь вот. Он был же здоровенный. У него был огромный маховик из бетона сделанный. Так вот, эта ваза, находившаяся на поверхности гончарного станка, оказалась вот здесь, лежащей посередине. Прямо на полу. То есть, ну, представьте, если кто понимает, да, кусок глины имеет свой вес. Если она складывается каким-то образом, да, то она складывается прямо на гончарном станке. А тут она оказалась прямо посередине комнаты. И он говорит, что это такое? Не может такого быть. А я говорю, посмотри, как красиво сложилось. И мы так же вот высушили ее все. И когда отец начал ее обжигать, то мой младший брат, он надел маленьких фигурок. И одна из этих фигурок упала на поверхность этой вазы и приварилась. Он маленький, видите, человечек. И говорит, так удачно он приварился, что как будто там человек из какой-то пещеры вылазит. И вот все вот ходили и спрашивали, как это ты так вот придумал эту работу? На самом деле здесь все сплошные случаи. Вот такая вот интересная работа. Вот, кстати, эскизы работ отца. Вот там вот фотографии можно потом заснять. А потом, как они вот получились. Вот здесь вот одна фотография есть. В советские времена это было очень распространено. Делать так оформление керамики. У нас в театре юного зрителя, вот он оформлял скульптуры, стены были оформлены. Очень интересно. Две печи. На самом деле у нас было таких печей четыре. Когда мы занимались реставрацией, нужны были большие очень объемы. И пришлось приобрести такие вот большие печки. Вот. В них вот обжигали изразцы. Вот. Сейчас осталось две печки. Остальные продали. Ну, она мощная печка. Шикарная. Вот. Я ей очень сильно доволен. Выдает хорошие температуры. Здесь и кристаллы выращиваем, и фарфоры обжигаем. У тебя здесь три фазы, да? Да, трехфазные, да. Вот сейчас вот эти работы готовим к фестивалю нашему маленькому ярославскому раку. Будем делать всякие штуковины в этой технике. А это уже мои ученики делают. Вот эти. Да, всякие черепа. То есть вот тоже тут ученические работы тут всякие ребята крутят, вертят. Делаю всякое. И вытяжка у тебя есть, да? Вытяжка, ну, есть вытяжка, но я буду менять все это дело. Опять же, по американской технологии буду вытяжки делать снизу, чтобы оттягивало запахи всевозможные, чтобы можно делать было молочение, не беспокоить никого. Вот там у меня комнатка в конце, где фотографируем. Вот сделал такое фото студию. Красиво сфотографировать. Да, можно красиво сфотографировать. Да. Здесь у тебя реактивы, реактивы. О, да. Это вот тут целый колондайк всякой химии. Целый мир. Да, целый мир. Там все стеллажи завалены всякой всячиной. Руки не доходят все это привести в порядок. Ну, пытаюсь по мере своих сил. Ну, я так думаю, у всех керамистов такой уже бардак. Эффективный беспорядок. Эффективный беспорядок, да. Ну, где-то порядка 80% все глазури, которые у меня есть, изготовлены были вот здесь в мастерской. Благодаря опыту своего отца и своим знаниям я делаю вот глазури какие-то по мере своих возможностей. Ну, на рынок приходят асы, всякие терраколоры и там подоны. С ними, конечно, тяжело конкурировать. Высший пилотаж. Надеюсь, скоро у нас тоже будут свои технологи, которые будут делать шикарные глазури. Ну, что, мои друзья, я хочу сделать вам маленькое пожелание. В первую очередь, самое главное, талантливого побеждает упорный. Чем больше вы будете работать, чем вы будете набираться больше мастерства, не лениться. По чуть-чуть, понемножечку, аккуратненько, каждый день. Если вы будете делать по три, по четыре, по пять вещей, даже по одной вещи, но каждый день вы будете великими мастерами. Учитесь у тех людей, которые вокруг вас находятся. Приезжайте на курсы, ко мне приезжайте, хотите, приезжайте к другим мастерам. Но набирайтесь самого лучшего, берите самое лучшее у этих мастеров. И уровень нашей керамики, и вообще нашей страны, и искусство будет не знаю, на самом высоком уровне. Сейчас проходят по всей стране у нас различные фестивали, можно поездить по этим фестивалям, познакомиться с мастерами. Существует интернет, через интернет вы можете найти кого угодно, любых мастеров. Любые материалы сейчас доступны, нет проблем в этом. Я не просто сказал, что вот у меня отец в таких условиях жил, существовал, занимался творчеством. ничего не было, и вы видели, какие работы делались, да? Сейчас не материалы управляют, да? А люди, вы несете искусство, вы несете красоту, вы делаете мир прекрасней. Я буду рад вас видеть в своей мастерской. Приезжайте в Ярославль, на фестивали всевозможные, участвуйте на выставках, работайте, работайте. Трудитесь, 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 да. Только так, никак иначе. Лепите, друзья, из сказочной и волшебной глины, поддерживайте нас комментариями, интересуйтесь керамикой и лепите, лепите, лепите. Труд все победит. С вами был Алексей Золотов и Илья Калашников прямо из Ярославля на волшебстве керамики. Пока. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова